Всем снова здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, Сочи Комфетка, Traveling Today и снова делаю второе видео по какой причине, кажется, что-то прошло уже по дикому пляжу и все нет, после того, как я прошла весь этот мусор, не скажу, что его прям меньше стало, палок стало, этих веток меньше, но началась фантастическая природа, камни то есть не какие-то камушки, а прям целыми слоями выложено не выложено, такое впечатление, как огромный динозавр, как огромный корабль вот такие вот плиты это уже более такие, да, как рельефные, с рисунками с такими вкраплениями а были рыжие, еще обратно, по нему я поснимаю вот такая вот грязь я поснимаю, то есть там вообще вот ровные были, разные вот такая вот красота смотрите вот ребра и вот сосны растут то есть я дошла, все дальше и дальше честно говоря, да, немножко стало страшновато, потому что какие-то мужики тут с бутылками идут, бьют немножко это пугает, а так, смотрите вот такой вот рельеф есть вот такие рыжие здесь можно сказать, как лежак огромный огромный, огромный, огромный такой не мелкие камушки, а именно вот даже как будто здесь вот выточено, да, как будто маленькая, я не знаю, санки или машинка ехала так вот, вода выточила видимо сверху вода бежала, как-то, я не знаю вот здесь вот вдали корабли хорошо, вот еще год идет тоже прошли, а вот у меня страшно стало вдали как раз вот начало дикого пляжа там тоже все эти корабли погода сегодня хорошая хочу еще позднее поднимать, потому что чем дальше идем тут интереснее красивее немножко еще пройти говорят, что можно именно таки силе вот этой дорогой дойти вчера я бы подъехала туда так красота видите, да, что творится просто море точно, да, я недавно как раз смотрела про затопленные города в одной из версий вот уж какой-то мужчина пошел приличный тут уж страшно ну, версий много разных что города уходили под воду вот, черное море целая там такая история специальная тут действительно такое впечатление что здесь какие-то вот как строения, да которые уже за счет воды, да хотя, опять же, раньше пресная была вода но если, опять же, да, взять легенды, мифы, историю там какую-то ученых это я говорю вообще, да, про такие версии которые не все принимают но об этом можно задуматься вчера как раз передачу смотрела засмотрела задумалась о том, что действительно вот вчера на этой скале я киселево такие вот ракушечки светятся было ощущение, что вода такая прям сейчас даже на язык попробовала как будто соли в ней меньше в некоторых местах, да вот опять вот то, что я хотела показать вам и местами и местами идешь прям золотой песок с ракушками невероятно если бы здесь, конечно, ввели порядок то такую можно красоту было бы сделать хотя у одной женщины спросила сказала, что я блогер нет, я вам не скажу я одной блогерше сказала и весь наш этот, нашу речку люди стали из Москвы приезжать там такая грязь плохо, что так, да хочется наоборот чтобы люди приезжали и навели чистоту хотя бы ради этого а не наоборот как она сказала вот как будто не знаю застывшая лава так как я жила на Камчатке тоже на Маклана поднималась даже, наверное, такое сравнение напишите, как у вас впечатление кто-то говорит, что на Крым да, природа похожа я в Крыму не была но вот все-все собиралась то затопами меня пугали то же то одними пугали то другими какими-то ну да, был год, когда в Гленджике, помню кто-то был а, в позапрошлом наверное, я была и были затопления и оттуда хотела поехать в Крым а там было затопление вот такой вот песочек смотрите он реально просто золотой тина морская и везде вот такая вот штука купальник у меня с собой можно даже, наверное, скопаться но как-то вот отчеркать все дырки страшно во-первых, не хочу никого расстраивать везде валяются стекла в бутылке природа, конечно, очень красивая но ногу порезать, я так понимаю, вообще милое дело запросто это из таких огромных минусов которые могут быть в целом городок, конечно, интересный люди неплохие мне понравились у нас, конечно, бывает но мне как-то встречались хорошие ну, очень много разного еще контингента я так поняла не знаю, местный это или приезжий такой контингент видите, вот вот кому надо было бить тут бутылку кому? для чего? кто-то скажет для чего? для того интересно, да когда начало было пляжа не было такого какие-то камни были бы лыжники а здесь я не знаю такое впечатление что это дорога вот посмотрите, друзья почему хотела вам еще показать дополнительное видео сделать вначале понятно мусор ветки камни где-то вот такие вот кусочки а здесь ну реально напишите свою версию такое впечатление что здесь реально была дорога посмотрите ну прямо для каких-то вот не знаю подземных этих самых водных может тут реально какая-нибудь тайная которая уходит в воду а я тут хожу, да хожу нечего тут ходить кому не надо, да вот вот такая мне версия ну реально такое ощущение создается что что-то здесь вот мы не просто так не просто так однозначно мы пройдем еще с вами с одной стороны наверное плюс я иду с камеры как-то у меня шарахаются это хорошо правда тут конечно люди разные прошли такие что прям у меня аж дрожь потела я сейчас энергетикой работаю чувствую здесь тоже ну вот ощущение как будто какие-то здесь подземные города даже фэри кто-то мылся что ли посуду мыл или это из кораблей бросают не знаю напишите кто знает откуда столько мусора может быть из кораблей и вот куда-то я пришла где там рыбак сидит рыбачит ну рыбаки ладно рыбаки есть рыбаки когда извините алкаши тоже пугает который так а ну вот здесь вот уже что-то поинтереснее да там шла-шла но это было одинаково потом я еще обратно пойду еще поснимаю несколько было таких уникальных мест что прямо пластины вот этих камней не знаю как их назвать даже ух ты речка там какой-то лес здорово такие места я люблю это не одна сейчас пройдем здесь вот такие вот штуки так оп оп прошла к сожалению в таких местах лучше собираются и не очень хорошие разные люди пока тут никого не видно вроде как здесь такая красивая пушка более прямая рыбак сидит хочется немножко посмотреть что тут тоже наверное это река паук возможно потому что я смотрела еще на карте ух ты лягушечки когда я еще сюда не приехала когда собиралась еще тут раз в первую поездку мне показывала думаю я уже сказала я боюсь думаю нет такое название но речка очень такая красивая во все стороны здесь здесь посмотрите какая сказочная полянка очень уникальная природа здесь вот тоже что-то какая-то там вывеска не знаю даже посмотрите не остановит смотрите какая же красота я забыла как их называют куриные что-то разбивает хотя что-то написано чтобы убирали за собой что-то там такое убирайте за собой ну логично я абсолютно согласна даже с этом матом смотрите как красиво я конечно не пойду туда в дебри хотя возможно все тропинки идут чтобы выбраться да отсюда а вот эта вот тропинка ведет туда-туда-туда и к морю тут никого нету видимо все все нажарились потому что дело к вечеру я имею ввиду шашлыки и прочее тут даже что-то такое сделали мойку прикольно здесь какое-то место для кемпинга очень интересно друзья как вам такая природа прогулочка и главное что ничего не затоптано это очень радует что нет такого да как-то бунканей когда люди проходят то есть по тропинкам ходят мусора вроде бы тут тоже нету да больше на море ну и на море видимо с кораблей бросает вот такая вот прогулка я посмотрю что дальше хочу здесь тоже шорцы поснимать и увидимся чуть позже напишите вот вот Продолжение следует...